Девушки отдыхают Импровизированные столы, как, например, вот эта столешница То есть, если у вас большая компания, вы можете воспользоваться тем, что оставили другие Но, естественно, потом оставить это все в порядке, не портя чужое, созданное другими людьми, чужой инвентарь Вот такое местечко Можно, в принципе, здесь остановиться Потому что буквально вот на этом месте я останавливался осенью, когда гулял Возможно, я здесь сейчас вернусь сюда Но есть еще места, где есть стационарные столы И, возможно, я сейчас там устрою себе костер Еще раз, пользоваться этим всем можно Ну, это вообще, но не ломать Потому что люди потратили силы, энергию для того, чтобы это создать Ну, и, естественно, если вы подзапасите дров дополнительных, это будет всячески одобряться теми, кто придет заварить Ну, как я и говорил, есть места оборудованы стационарными столами Я на одном из таких мест сейчас расположусь Здесь же я сделаю себе небольшой костер и изготовлю еду Перекус небольшой себе сделаю Будет это где-то вот здесь Так, небольшой разговор об его оке Значит, рюкзак стараемся располагать так, чтобы он не намок в любом случае Дождя сегодня нет Накрывать его не будем Но вот с помощью наших палочек можно сделать вот такой для него таганок Из него будет удобно брать, класть все вещи, и он не будет лежать на земле Место сейчас расчистим Я вон вижу там досочку Ну, до меня тут оставил кто-то что-то И вот на этом месте будет костерок Здесь, или вон там я же сделаю костерок Здесь есть старые костричи, поэтому я новые создавать ничего не буду Воспользуюсь тем, что есть и было до меня Так, стол готов На нем можно будет разложить Необходимое снаряжение сейчас место под костер очищу Я верхний легкий слой счищаю, потому что он, как правило, мощит обувь Я буду ходить к костру, поэтому делаю себе чистую дорожку Итак, пошел у нас процесс готовки Костерочек заработал Здесь у меня сосисочки, здесь будет чай Вот, дров берем Ну, я про это уже говорил Ровно столько, сколько нам нужно, чтобы приготовить Вес он не резиновый, не бесконечный Но прекрасный Обратите внимание, какое место Мы здесь, кстати, осенью с супругой были Тоже себе готовили покушать Очень романтично получилось Но там была звенящая осень, такой прекрасный осенний лес Ну, а лес, он не менее прекрасный, еще и зимний Особенно, когда солнышко Так, готовим еду, перекусываем и идем дальше Значит, огонь нам нужен как источник тепла В данном случае мы тут не строим великих никаких пирамид огненных Обычный костер складываем Сейчас задача быстро вскипятить воду Сварить еду, попить чай и пойти дальше Поэтому костер экономичный Можно его подкачивать воздухом Чтобы активизировать горение, соответственно Вот, вниз я подложил чурочки, чтобы снег не таять Потому как в снег достаточно много снега Если протаять, то немножко его подгашивать Ну, пригашивать огонь Нам это сейчас не нужно, нам нужно быстро сготовить еду Обогреться у такого огня практически невозможно Ну, очень сложно Во-первых, не подойдешь толком А во-вторых, ни к чему Поэтому стараемся следить за обувью, за одеждой, чтобы быть сухими Развели костер про спички Даже если осталось несколько спичек Их нужно сохранить, потому что они могут сильно пригодиться Я хранил в полиэтиленовом пакете Завязанном узлом, который легко развязать, чтобы пакет не рвать Спички класть никуда нельзя Например, где-то на пенечек, еще куда-то Они должны быть на вас, где-то во внутреннем карман Ну, желательно в чопан карман, в сухом Так, у нас продолжается процесс готовки Сейчас практически все будет готово И покушаем, отдохнем, покушаем Про трусик я показывал, он очень удобный Можно выше-ниже поднимать Кастрюлю относительно огня Поэтому и процесс готовки облегчается Ну, как-то вот так Ничего тут, в общем-то, хитрого нет в лесу Лес красивый Еда вкусная Причем сосиски, кстати, хотел сказать Ну, во-первых, точно не отравишься Остальше приготовить легко Вода закипела Вот, видите, небольшой кальций дров А у нас уже все закипело И чайничек доходит уже, подходит Шумит, по крайней мере Сейчас сосисочки начнем есть А чайничек дойдет Заварим чайку Перекусим Достаем сосисочки у нас вот такая вот есть К сожалению, не взял столовых приборов На сегодняшний день Мое упущение Но, с другой стороны Мы же в лесу, в походных условиях Поэтому, наверное, можно есть и руками Вот Еще раз повторюсь, почему сосиски Да, потому что, в общем-то, сытно Приготовить быстро Много времени не занимает Много температуры не надо Хватать небольшого костерка Как я это сделал Вы видели Ничего я не утаил Обратите внимание Я не сижу у костра Я не пытаюсь согреться У этого костра, у маленького Для готовки Ну, потому что это, во-первых, не удастся Слишком мало тепла Во-вторых, я прогрею, например, обувь И она, снег, находясь на ней, растает И ее еще больше промочит А мы помним Я говорил условие Что если мы хотим оставаться теплыми Чтобы нам было тепло Мы должны быть сухими Вот, поэтому, если у вас костер для готовки Как у меня в данном случае В том варианте, что я сейчас перекушу и дальше побегу То не надо около него сидеть Пытаться согреться Это бесполезно, во-первых Во-вторых, еще и вредно Ну, почему я уже объяснил Да, намокнете и... А потом от теплого костра уходить в холодный лес Ой, как тяжело Даже чисто психологически Ну, вот, чайник закипел Сейчас я заварю чайку Из этого чайника я пил чай в окрестностях Маблана Кто смотрит наше видео, знает Я показывал это Так Чай насдухмяный Сам делаю Беру душистого немножко И смешиваю с черным С хорошим, дорогим Получается забавный чай С тоном Он и не травный Ну, имеется в виду не цветочный В то же время и не совсем черный Вот, сейчас подзаварится Тут удобная такая заварочная сеточка Часть чая я выпью А ту часть, которую не выпью Я с собой возьму в термос Потому что по дороге Тоже еще может вполне захотеться попить Ну, у меня есть свой чай Ну, а потом чай приготовленный в лесу Это всегда очень хорошо Вот, надеюсь, что после сегодняшнего мероприятия Просмотра вы поймете, что лес достаточно дружественный Ну, если вы к нему относитесь дружественно То и он вам отвечает дружественностью Не бойтесь ходить в лес гулять В стиле скандинавской лиходьбы На лыжах или На снегоступах, как есть сегодня Но не лишайте себе этой радости Тут здорово в лесу Здорово, здорово Да и для здоровья полезно Немножечко подмерзли Пришли домой Например, теплый душик или ванна Залезли, полежали Согрелись Поняли, что физические упражнения Это радость прежде всего Но если еще раз опять пошли в лес гулять Итак, мы поели Костер погашен Затушен, затоптан Свежим снежком присыпан Не должно за нами оставаться огня Место мы оставляем чистым Сейчас соберем рюкзак и пойдем дальше Уже на снегоступах Можно сказать, я готов к путешествию Теперь уже мы тропинки создаем сами Буквально будем создавать И пойду я по просеке в сторону Пятого района города Зеленограда Мне предстоит 4 километра дороги И затем городской автобус И я уже буду, что называется, дома Вот такое вот небольшое путешествие У меня сегодня продолжается Ну и да, место надо сказать спасибо этому месту Вроде более-менее все чисто Ну, надеемся не раз сюда еще вернуться Ну, я думаю, вам понравилось Может, вы захотите сюда прийти Звоните, спрашивайте Я объясню, как добраться Ничего не утаю Пошли дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому